Это программа «Городские встречи». Меня зовут Максим Васильев. Здравствуйте. Красной датой в календаре выведен день борьбы с коррупцией. Традиционно это декабрь. О том, как с этим явлением обстоят дела в Рязанской области, поговорим сегодня с Олегом Игнатовым, начальником отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Рязанской области. Здравствуйте. Добрый день. Итак, Олег Юрьевич, давайте начнем с цифр. Сколько, чего и где выявили надзорные органы в этом году? Начать, наверное, стоит с того, что вообще надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции – это один из приоритетных направлений работы органов прокуратуры. Традиционно основные усилия прокуроров уделяются вниманию вопросам соблюдения законодательства о противодействии коррупции в различных сферах нашей жизни. По состоянию на сегодняшний день у нас свыше тысячи нарушений антикоррупционного законодательства выявлено в различных сферах. Из них достаточно весомая часть – это нарушения, которые связаны с нарушением антикоррупционных запретов, обязанностей и ограничений. То есть, это нарушения, которые допущены у нас государственными и муниципальными служащими, и большая часть из них связана с нарушениями при представлении сведений о доходах, расходах и об имуществе и обязательствах имущественного характера. А скажите, пожалуйста, вот по вашим личным ощущениям, коррупция в Рязанской области – это насколько распространенное явление? Ну, отвечая на этот вопрос, я приведу вам такие цифры. За 11 месяцев текущего года правоохранительными органами региона выявлено свыше 200 преступлений коррупционной направленности. Непосредственно органами прокуратуры выявлено свыше 360 лиц, которые допустили нарушение антикоррупционных запретов, обязанностей и ограничений. Вот на ваш взгляд, какие методы самые эффективные борьбы с коррупцией? Я полагаю, что один из эффективных методов борьбы с коррупцией – это профилактические мероприятия, разъяснения действующего законодательства, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и стороны органов прокуратуры. Достаточно большая работа проводится в этом направлении. Это и встречи в коллективах, встречи со студентами высших учебных заведений. Это проведение различного рода лекций, семинарских занятий. Ну и, безусловно, это взаимодействие со средствами массовой информации, участие в интервью. Соответствующие разъяснительные материалы размещаются в СМИ, на официальных сайтах органов государственной власти и органов прокуратуры. А скажите, выявление коррупционных преступлений носит заявительный характер или же есть какие-то формальные признаки, по которым можно определить? Тут нужно сказать о чем? Что вообще преступность коррупционная имеет достаточно высокую степень латентности, как говорят в нашей среде. То есть, это скрытая преступность. И достаточно большой объем таких преступлений выявляется по результатам оперативной разъяснительности. То есть, безусловно, есть и, конечно, заявления, поступают заявления от лиц, у кого вымогают взятку, или бывают и заявители, которые сообщают о том, что они дали взятку непосредственно. Вы упомянули о нарушениях. Вот следует ли считать коррупционными нарушениями какие-то скрытые доходы чиновников или расходы? Как пристально вы следите за доходами и расходами госслужащих? Самое пристальное внимание этим вопросам уделяется. Традиционно органы прокуратуры проводят проверки по окончанию так называемой декларационной кампании. То есть, после того, как служащие государственные, муниципальные, то есть, те лица, которые включены в соответствующие перечни, представляют такие сведения. То есть, эти сведения проверяются органами прокуратуры на предмет полноты и достоверности отраженных в них сведениях. И, к сожалению, такие факты выявляются. У нас имеются примеры, когда забывают указать доход, к примеру, скажем, по предыдущему месту работы или забывают указать то или иное имущество. Безусловно, мы на такие нарушения реагируем. А реакция, она как выглядит? Это выписывание штрафа или предупреждение? Приведу такой пример. У нас по территории Шадского района выявлен факт непредставления сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера двумя сотрудниками органов внутренних дел. То есть, это не исполнение обязанности по представлению таких сведений. И в результате, проведенной прокурором Шадского района проверки, было внесено представление. И эти сотрудники были уволены в связи с утратой доверия. Вот так даже, да? А скажите, вот в каких сферах преступлений коррупционной направленности больше всего? Вот по вашей практике. И что это за преступления такие? То есть, в основной массе это коммерческий подкуп, взятка, еще что-то? Я уже сказал о том, что у нас свыше 200 преступлений коррупционной направленности выявлено в регионе в этом году. Скажу о том, что органами правопорядка огромная работа проводится в этой сфере по выявлению, документированию причинения таких преступлений. У нас более чем в два раза в текущем году выросло количество преступлений, которые совершены в особо крупном размере. И, безусловно, определенные положительные успехи достигнуты в различных сферах. Это в текущем году сфера оборонно-промышленного комплекса, это сфера здравоохранения. У нас наблюдается рост в текущем году числа выявленных преступлений о взятничестве. То есть, внимание правоохранителя сосредоточено на всех сферах, которые так или иначе подвержены коррупционным рискам. Материальный ущерб как-то можно посчитать от того количества преступлений, которые были совершены? Материальный ущерб у нас несколько десятков миллионов рублей. Правоохранительными органами проводится работа по наложению ареста на имущество лиц, которые являются обвиняемыми или подозреваемыми в совершении такого рода преступлений. Накладывается арест на имущество, арестовываются счета. И уже непосредственно по результатам рассмотрения уголовных дел в суде решается вопрос о возмещении ущерба. Вы упомянули нацпроекты в самом начале. Насколько пристально ОК Государева следит за исполнением нацпроектов? Самое пристальное внимание такие задачи перед нами ставит президент Российской Федерации, генеральный прокурор Российской Федерации. Сфера реализации национальных проектов находится на особом контроле у прокурора Рязанской области Дмитрия Владиславовича Каданева. Огромная работа проводится по надзорному сопровождению национальных проектов. И с учетом тех требований, которые к нам предъявляет руководство, генеральная прокуратура и прокуратура области, у нас каждое нарушение, которое выявляется в сфере национальных проектов, оценивается на предмет наличия коррупционной составляющей. А они есть, эти нарушения? Такие нарушения есть. Одним из полномочий прокурора, предоставленных ему действующим законодательством, является направление материалов проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. У нас, к примеру, прокурором Клепиковского района направлен материал такого плана в органы следственного комитета в отношении медицинского работника, который допустил совершение преступления как раз при реализации национального проекта. Возбуждено у нас уголовное дело по этому факту, расследование завершено, и по результатам рассмотрения этого дела судом постановлено введенный приговор. Ну, мы понимаем, что нацпроект – это большие деньги, это всегда еще много документа оборота. Ваше направление, одно из ваших направлений, в том числе, это проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Вот в этой сфере достаточно нарушений? Достаточно. Количество нарушений выявляется. Прокуроры проверяют, изучают на предмет наличия коррупциогенных факторов как проекты нормативных правовых актов, то есть до непосредственного его принятия, так и принятые. На сегодняшний день у нас свыше полутора тысяч коррупциогенных факторов выявлено в таких проектах. Прокуроры реагируют различными формами, это и направление замечаний, если это проект, и на основании этих замечаний разработчики таких проектов дорабатывают и устраняют те или иные коррупциогенные факторы. Либо, если это принятый уже нормативный правоакт, то прокурор реагирует путем внесения представлений и протестов. У нас эти меры рассмотрены, коррупциогенные факторы исключены. А нарушения в основной своей массе – это в районных администрациях или город тоже задействован? С учетом того, что у нас органами местного самоправления значительный объем муниципальных нормативных правовых актов и разрабатывается, и принимается, вносятся изменения систематические, то большая часть, безусловно, выявлена именно в органах местного самоправления. Отдельные есть нарушения у нас и по органам государственной власти региона, но их, безусловно, существенно меньше. Помимо уголовных дел, органы прокуратуры возбуждают еще и административные дела. Это полномочия по возбуждению дел об административных правонарушениях, коррупционной направленности, они тоже присутствуют. Что это за эпизоды? Основных две статьи, которые относятся к исключительной компетенции прокурора, статьи, которые предусматривают именно административную ответственность. Это статья 19.28 и статья 19.29 КОАПРФ. Если говорить про статью 19.28, это вознаграждение от имени, вознаграждение в интересах юридического лица, когда у нас то или иное преступление совершается в интересах какой-то коммерческой конкретной организации. Есть примеры у нас возбуждения административных производств и по 19.28, и по 19.29. Всего у нас свыше 35 лиц привлечено в этом году по непосредственным результатам рассмотрения постановлений прокуроров о возбуждении административных производств. Помимо этих статей прокуроры обращают внимание и на иные составы административных правонарушений, например, такое, как самоуправство, скажем. В качестве примера могу привести в ряде районов у нас выявлены факты, когда главы местных администраций используют служебный транспорт в личных целях, и по постановлению прокуроров такие лица привлекаются к административной ответственности. По итогам 10 месяцев текущего года общая сумма наложенных штрафов по таким материалам составило порядка полутора миллионов рублей. Вопрос, который волнует, наверное, очень многих людей. Впереди новогодние праздники, а значит, будут подарки, будут презенты. Вот считается ли это взяткой или нет? Лучше избегать всякого рода подарков и презентов. Скажу, что у нас в органах местного самоправления, в органах власти, в правоохранительных органах приняты соответствующие, так скажу, организационно-распределительные документы, которые регламентируют действия лица, который такой подарок получил. То есть, человек должен заявить о том, что он получил подарок, и соответствующее уведомление рассматривается на определенной комиссии, которая рассматривает это в связи с чем человек, собственно, его получил. С чем это связано? Связано это с служебной деятельностью с какой-то. Поэтому лучше избегать. Даже если это банка кофе, даже если это, как некоторые оценивают, бутылка коньяка или пачка чая. То есть, если мы говорим про чиновников, если мы говорим про представителей власти, местной власти, государственной власти, лучше свою работу строить так, чтобы к тебе не было вопросов с точки зрения антикоррупционного законодательства. И избегать всячески таких вещей. Ну что ж, спасибо за разговор. Я напомню, что у нас в студии сегодня был Олег Игнатов, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Рязанской области. Спасибо за участие в передаче. До свидания. Спасибо вам большое. До свидания. Ну а мы с вами еще увидимся.